Девушки отдыхают Платежный терминал из городской больницы И был задержан сразу после кражи Утром деньги, а памятник потом Гомельчанин, занимавшийся оказанием ритуальных услуг Обвиняется в мошенничестве Прокуратура ищет пострадавших Выпил за руль в тюрьму С начала года на дорогах области Задержано более 4000 нетрезвых водителей Милиционеры навсегда В УВД поздравили ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Самым громким, неординарным по исполнению Изирским по сути преступлением На прошлой неделе отметился Мозырь Житель райцентра, имеющий богатый криминальный опыт Не стал мелочиться и похитил банкомат Будущий трофей Мужчина присмотрел в холле главного корпуса Городской больницы Крыльцу подъехал ночью Сперва взломал входную дверь Затем оборвал проводку банкомата Вывез его на тележке и загрузил в микроавтобус После чего в обход трассы взял курс на лесной массив Благодаря сработавшей сигнализации о краже банкомата стало известно сразу Сообщение было передано нарядам милиции Машина в лесополосе привлекла внимание экипажа Дорожно-патрульной службы ГАИ Данный автомобиль при виде сотрудников ГАИ остановился Из него выбежал водитель, который попытался скрыться в глубине лесного массива Сотрудники ГАИ стали его преследовать в пешем порядке Через некоторое расстояние он был настигнутым На нем, на этом преступнике была маска с прорезями в виде чулка на глазах И перчатки Задержанным оказался 47-летний мужчина, ранее неоднократно судимый Практически сразу он признался в содеянном Уж слишком многочисленными и красноречивыми были улики Часть из них оперативно-следственная группа обнаружила непосредственно на месте преступления Была обнаружена разбита стеклянная банка, из которой вытекало вещество с характерным запахом И в сторону выезда из горбольницы от указанного пятна были обнаружены два следа транспортных средств Было установлено, что эти следы могли быть составлены шинами этого автомобиля Кстати, об автомобиле Выяснилось, что еще в марте он был угнан в соседнем райцентре в Лельчицах А чтобы обзавестись номерными знаками, преступник съездил в Минск И украл их с автомобиля, припаркованного возле одного из столичных рынков Главным вещественным доказательством стал, собственно, сам банкомат Похититель пытался вскрыть его, но не сумел Находившиеся внутри деньги остались в целости и сохранности Установлено, что сумма похищенного составляет 380 миллионов 650 тысяч рублей Национальный банк Республики Беларусь Мозырским районным отделом Следственный комитет возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь То есть тайное похищение имущества в особо крупном размере Наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, до 12 лет лишения свободы Не считая угона Фольксвагена и кражи автомобильных номеров в Минске, за которые также придется отвечать А пока съемочная группа де-факто готовила этот сюжет, в Мозыре произошло еще одно схожее по стилю преступления Из обувного магазина, не оборудованного охранной сигнализацией, неизвестные похитили ночью сейф в 40 миллионов рублей Преступников ищут Нестандартно подошли к осуществлению своей криминальной затеи и воры-взломщики в Гомеле Ради добычи неизвестные преступники не поленились проломить стену в торговом павильоне с бытовой техникой Преступление было совершено в районе пересечения проспекта Победы и привокзальной площади Ночью кто-то проломал хлипкую стену павильона у цененной техники, который граничит с торговыми рядами мини-рынка Добычей вора стал телевизор, три компьютерных планшета и другая электронная техника, а также 900 тысяч рублей наличными деньгами Легкость, которой была совершена кража, объясняется рядом условий, сыгравших на руку пока не установленному лицу Чтобы пробить хлипкую стену, обшитую пластиком, богатырской силы явно не требовалось Отсутствует сигнализация видеокамеры наружного наблюдения, отсутствует Система охраны не оборудована павильон По данному факту возбуждено уголовное дело в участии первой статьи 205 Уголовного кодекса Тайное похищение имущества, кража Прокуратура Гомеля возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который занимался оказанием ритуальных услуг Таких, как, например, благоустройство захоронений, установка ограждений и надгромных памятников на могилах Однако в действительности мужчина заключал договоры, брал предоплату, но не выполнял взятых на себя обязательств А чтобы не общаться с рассерженными клиентами, личных встреч избегал, на телефоны и звонки не отвечал Для некоторых граждан эпопея с попытками вернуть деньги затягивалась на месяцы, а то и годы Обманутые люди начали обращаться в милицию, однако до возбуждения уголовного дела дошло далеко не сразу Свою роль сыграла и публикация в областной газете «Гомельская правда» статьи, в которой также рассказывалось о мошеннических действиях индивидуального предпринимателя Принимая во внимание изложенные факты и поступившие жалобы, в ситуацию вмешалась прокуратура Все материалы проверок были истребованы прокурором города Гомеля Проверки по указанию прокуратуры области были все возобновлены Для дачи правовой оценки действиям индивидуального предпринимателя Терешина В рамках расследования уголовного дела, возбужденного прокурором города Гомеля Прокуратура области рекомендует иным гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности указанного индивидуального предпринимателя Обращаться с соответствующими заявлениями к Гомельский городской отдел Следственного комитета Республики Беларусь За 10 месяцев этого года сотрудниками ГАИ Гомельской области задержано более 4000 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии Несмотря на серьезное ужесточение ответственности, количество любителей пьяных поездок по-прежнему вызывает тревогу госавтоинспекции Этого водителя наряд дорожно-патрульной службы остановил средь бела дня на улице Ефремова областного центра Звонок в дежурную часть поступил от очевидца, гражданская позиция которого, возможно, спасла чью-то жизнь При задержании водитель буквально валился с ног Правда, вовсе нет усталости В салоне валялась пустая бутылка из-под водки, недопитый сок и два стаканчика Что побудило человека сесть за руль в таком состоянии, выяснить нашей съемочной бригаде не удалось Мужчина был далек от адекватного восприятия окружающей действительности В основном водители, которые позволяют себе сесть нетрезвыми за руль, задерживаются в вечерние часы, а также в пятницу, субботу, воскресенье Когда наши граждане позволяют себе пойти куда-то в гости, с друзьями встретиться, выпить спиртного Но после этого не ставят автомобиль на стоянку, а хочет ехать домой на своем автомобиле С начала года такими водителями совершено 61 ДТП, в которых погибло 18 человек Еще 67 получили травмы различной степени тяжести Далеко не все из пострадавших в автомобильных авариях смогут вернуться к полноценной жизни Напомним, что водитель, задержанный нетрезвым повторно в течение года, подвергается штрафу, а его автомобиль подлежит конфискации А в случае ДТП с гибелью людей, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы Альтернативных видов наказания за эти преступления не предусмотрено В Гомельском облсполкоме состоялся семинар-совещание по предотвращению нарушений антиалкогольного законодательства В режиме видеоконференции участие в нем приняли представители органов местных властей и других заинтересованных ведомств из всех районов Гомельщины Одной из ключевых тем стал анализ исполнения требований антиалкогольного законодательства объектами торговли и общественного питания На сегодня около 2,5 тысяч из них реализуют спиртные напитки Несмотря на категорический запрет продажи алкоголя несовершеннолетним, такие случаи происходят регулярно В текущем году выявлено 203 таких факта, когда недобросовестными работниками торговли осуществлялась реализация такой продукции несовершеннолетним По всем данным фактам привлечены виновные к административной ответственности по статье 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях Кроме этого, в нескольких объектах такие случаи выявлены повторно Все знают, везде в каждом магазине висит, что запрещается отпуск несовершеннолетним, спиртных напитков и пива Везде есть выписка из правил розничной торговли Тем не менее, такие факты постоянно выявляются Я не думаю, что там умысел ставится на то, чтобы спаивать несовершеннолетних Просто безответственные отношения продал, не думая о последствиях Милиция Жлобина разыскивает пропавшего без вести 17-летнего подростка, который ушел в неизвестном направлении Последний раз Андрея Цветкова видели 8 ноября При себе он имел черную сумку с продуктами питания и 70 тысяч рублей Был одет в серую шапку, синюю куртку-пуховик, синие джинсы, серые зимние кроссовки Ранее подросток неоднократно уходил из дома, может вести бродяжнический образ жизни, находиться на вокзалах и в других местах массового пребывания На вид ему 15-20 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волос русый При ходьбе заметно сутулиться Просьба гражданам, которым известно местонахождение Андрея Цветкова, сообщить в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102 В управлении внутренних дел Гомельского облсполкома состоялось торжественное мероприятие, поводом для которого стал День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ежегодно это событие происходит 10 ноября Во времена СССР именно в этот день советская милиция отмечала свой профессиональный праздник Таким он остался и для ветеранов, служивших в те годы В адресованных им поздравлениях отмечено главное Сегодняшние милиционеры учились не столько по учебникам, сколько перенимали практический опыт у старших наставников В Гомельской области организация ветеранов органов внутренних дел действует почти 25 лет Сегодня она объединяет более 4 тысяч человек, среди которых участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие категории Формирование правосознания у сотрудников милиции, формирование ответственного отношения к делу, к служению Отечеству Во многом зависит от тех людей, которые служили ранее, которые стояли у истоков той или иной службы И поэтому очень важен опыт, очень важен добрый совет Спасибо им за то, что они рядом с нами, спасибо за то, что они принимают всегда участие активное в нашей милицейской жизни И мы всегда рады им оказать и помощь, и поддержку И это все, что мы успели рассказать вам сегодня Берегите тех, кто вам дорог Увидимся ровно через неделю на канале Беларусь-2 До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова